На операционном столе 60-летний мужчина. Врачи-урологи Ульяновской областной клинической больницы проводят трансуретральную резекцию предстательной железы. Проще говоря, удаляет аденому простату. Заболевание растет с возрастом. По эпидемиологическим нашим исследованиям, я имею в виду в России, если с 11% в возрасте 40-49 лет до 82% в возрасте 80 лет. Проблема как серьезная медицинская, так и большая социальная. Еще в недавнем прошлом доброкачественную гиперплазию лечили так называемыми открытыми операциями, что довольно травматично. В середине 90-х произошел революционный прыжок в области российской урологии. Начали внедрять эффективную медикаментозную терапию. Делать хирургические мешательства стали через естественные мочевые пути, то есть уретру без каких-либо разрезов, что позволило выписывать пациентов из больницы уже на третьи сутки. В полноценной мужской жизни человек может вернуться через 60 дней после операции. Ежегодно в Ульяновской областной больнице оперируют свыше 300 пациентов с подобным диагнозом. Казалось, операция, что сейчас на кадрах, рядовой случай. Однако для местных специалистов это не совсем так. Руководит процессом заслуженный врач России Алексей Мартов. Один из сильнейших врачей урологического профиля страны приехал в наш регион впервые. Просто потому, что, наверное, опыта у меня чуть побольше. Для этого меня пригласили еще раз посмотреть, потому что врачи, они в своем обучении никогда не останавливаются. Это очень полезно лишний раз посмотреть, как это делают другие люди. Но в этой клинике эти операции производятся, потому что, в общем, мы много лет уже сотрудничаем. И врачи были у меня уже лет, наверное, 20 назад освоили этот метод. Именно Алексей Мартов одним из первых в России начал выполнять урологические нетравматичные операции. Ежедневно доктор оперирует четырех пациентов. За его плечами десятки лет работы не только в отечественных больницах, но и за рубежом. В связи с занятостью визит врача в Ульяновскую область откладывался дважды. Наиболее часто задаваемые вопросы, и мне они больше всего нравятся, это тогда, когда у меня человек поучился и задают вопросы уже по нюансам хирургических вмешательств, по нюансам, по тактике ведения пациентов, по комплексным больным. Ведущий специалист в эндоскопической урологии приехал в Ульяновск не один. Его коллега из Москвы, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Дмитрий Ергаков в этот же день выступил перед узкими специалистами с лекцией по вопросам улучшения качества жизни пациентов. Визит врачей из столицы для областной больницы – давняя и добрая традиция. Федеральные специалисты приезжают сюда минимум два раза в год. Для Натальи Олова, Руслан Баталов, новость Ульяновской правды.